окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате last night shift последняя ночная смена новый инди-хоррор действия которого происходит в мотеле запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы начинаем новое прохождение игра вроде как пишут довольно короткая поэтому я думаю мы пройдем с вами ее залпом начинаем игру а Итак, мы приехали в мотель Задача Войти в офис Кстати говоря, русского языка В игре нет Ой, чувствительность Чувствительность Нужно повысить Чувствительность мышки Вот так вот Вот а другое дело Как медленно мы ходим Но можно вот так вот ускориться Но это нужно шифт зажатым держать Это главная болезнь инди-хорроров Медленная ходьба Ну почему так? Почему так? Как будто вот сговорились разработчики инди-хорроров Делать медленными персонажей Что ж, мы пришли Нам нужно зарегистрироваться, само собой Привет, Сара, как дела? Сегодня посетители были? Да нет, здесь довольно тихо Сегодня никого не было И когда же они бывают? Вообще Хорошее место, чтобы остаться Я оставила тебе немного работы, чтобы ты не заскучал, как всегда, на поле и цветы И все такое я не успела дочитать Спасибо за заботу, Сара Какие-то планы на вечер? Свидание, конечно Снова? Ну и что? Когда-нибудь я его найду Рано или поздно Будь осторожна Я по радио слышал, что Кто-то Жуткий Где-то тут шляется Да, конечно Удачи Пока Пока, Сара Хорошего тебе вечера Надеюсь, сегодня будет твой везучий вечер Итак, мы не посетители А мы работаем здесь Вот оно что Я думал, мы приехали остановиться здесь Переночевать в мотеле Нет, мы на работу приехали В принципе, логично Вот почему игра и называется Последняя ночная смена Что-то я об этом не подумал Бывает Но у меня нет ключа от хранилища Нужно его найти Там метла должна быть И Сам ведро для полива Нет ключа от комнаты 7 Нужно найти способ Туда попасть Другой способ Мы можем ключи все подобрать Пусть будут Что у нас там? Тут есть главный офис Комната С первой по седьмой А восьмая Восьмую мы взяли ключ Хранилище в конце Ладно Вторая и восьмая комнаты Не работают, да? Только наличку принимают Не забудь полить цветы Вынести мусор И почистить комнаты Задача, видимо, которая нам с вами Нужно выполнить Что-то Батарейка Берем Кстати, есть фонарик? Вроде должен быть Пока что нету Можно понаблюдать За камерными людьми Так, а как их переключать? Стрелочками? Это где-то, где мусорник Это уже где-то тут Вот, где мы находимся А таких всего лишаем Три штуки Хорошо А я толком вообще не знаю Что нам здесь нужно делать А зачем свет выключать? Не надо выключать Поэтому Поэтому будет интересно Будем разбираться Так Это у нас куда? Сначала разберемся Где у нас что? Туалет Пускай будет открытый А вдруг резко захочется Чтобы не морочиться Дверь не открывать Сразу все это проверим Чтобы знать Что у нас Где еще батарейка В хозяйстве пригодится А если батарейки нам дают Значит фонарик будет тратиться Фонарик китайский Батарейки садят мгновенно А вот собственно и он Выключи Справа внизу мы видим Сколько у нас батареек Но очевидно что Так это наша машина Твою дивизию Я перепугался Почему-то издалека Мне показалось Что у нас слишком близко Это наша машина Что у нас тут? Сюда мусор выбрасывать Если нам дали фонарик Значит будет темно В какой-то момент По-любому Крупки Пока что все хорошо Пусть будет открыто Мусор выкинуть нужно Но пока что его нет Его нужно собрать Получается по комнатам Кстати мы вот таким вот образом Не попадем в комнату номер 7 Так вот это так понимаю Она да? Я не считал окна Но вроде как предпоследнее Какие-то звуки Шутковатые если честно Что это за звуки? Как будто живот урчит Комната Кранили Ключ от хранилища Нужен Где его взять-то? Ходить по комнатам будем Слушайте что-то звуки Прям пугают Как не знаю что Комната номер 8 А здесь можно включить свет? Вот Так мне будет спокойнее Предохранитель Так если мы получили Предохранитель То наверняка В определенный момент Нужно будет его туда поставить Он у нас уже есть Это прекрасно Батарейка еще одна есть Прекрасно Тоже Елки-палки Меня звуки эти пугают Вот в игре ничего как бы не происходит Но Музыка Музыка пугающая Стоит ли мне выключать свет И так далее Черт его знает Я не хочу Сюда нужен ключ Мы пока что Сюда не попасть не можем Кстати говоря И через окна не можем Не видно Что там происходит Пойдем наверное по порядку А что нам еще делать Можно шторку убрать Нет Включи свет Нам нужно попасть в хранилище Чтобы взять Швабру И метлу Что-нибудь Вообще швабру Отвертка Отвертка Что мы можем открутить Мы не можем зайти Спрятаться Можем Ха Так Пускай будет тогда открыто Но всякий пожарный Как я сказал Я понятия не имею Что в игре будет происходить Я даже не знаю Нужно ли будет здесь От кого-то бегать К примеру Или Чем нас пугать будут Мусор Мусор нужно отнести А можно его бросить Как-то тут пока что Нет Не могу его бросить Мне его нужно Именно отнести Да Ладно Понесли Вообще Работа Очень даже Неплохая Вот такая Спокойная Я имею ввиду Очень тихая То есть ночь Тишина Причем на природе Вот так Вокруг лес Деревья Фу Вот так Так нам не нужно Сюда сразу поставить Перохранитель Здесь уже есть В принципе И так нормально Все Стоп А в восьмом Я урну Вообще не видел По моему Сейчас вернусь Проверю Тут все в порядке Тут все в порядке Вроде как Здесь осталось Только вот Грязь убрать Так В восьмом Урны Вообще Нет Здесь Ну да Здесь ремонт Какая здесь урна Если сюда Никого не заселяют И во втором Получается Вроде бы Было написано Туша Так Ну пятый К примеру Я только хотел сказать Что наверняка Телевизор Включится Когда-то Потому что В каждом номере Телевизора Это же прям Подходящего Более подходящего Не придумаешь Чтобы напугать Включающийся телевизор Это же прям Классика Опять Мусор Само собой Жалко Что нельзя Его отбросить И потом Подобрать Надо было Сначала Здесь все смотреть Потом уже Мусор брать Ну ладно Побежали Отнесем Мусор На самом деле Меня уже Как бы Игра Немножко так Пугает Я волнуюсь Здесь музыка Очень такая Тревожная Ну и плюс Меня действительно Пугает то Что я не знаю Чего ожидать От этой игры Это меня Прямо как-то Как-то аж Напрягает Черт его знает Что вообще Здесь может В принципе Это произойти Какая Ктулха Может вылезти В принципе Условия Очень даже Неплохие Туалет Душ Есть Зеркал Правда Нету Телевидение Комната Вообще Огромная Здесь Можно таких Кроватей Три поставить Учитывая Что это Мотели Где Просто Переночевать На дороге Подъезжают Слушайте А там Кто-то Подъехал А так Было Остановился Посмотрел На нас Уехал Может быть Здесь Маньяк Будет Черт его знает Ну ладно Номер Ч Четыре Что-то Я волнуюсь Я боюсь Открывать Двери Потому что Здесь Шторки И не видно Что за Дверями В итоге Открою дверь А тут Призрак Какой-то Так Здесь Две Раздельные Кровати Так Давай Включи Ну Что такое Почему не Включается Лампа Она сломана Или как Я нажимаю Включить Она не включается Нам нужно Полить растения Сюда мы Должны Будем Вернуться О Нужно Навестись Четко Четко Прям На Выключатель Вот Она Что Четко Четко Прям На Выключатель Нужно Навестись Понятно В принципе Не проблема Так Откроем Шкаф Боюсь Открывать Вот эту Дверь Боюсь Открывать Не Все В порядке Сразу же Свет Включаем Тут Как-то Грязновато Конечно Стена Грязная Пол Грязный Или Это Такая Плитка Ладно Мусор Понесли Здесь Нужно Будет Полить Растения Только Светлана 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 Кстати, интересный момент, мы можем, мы не можем никак сохраниться Я вообще не знаю, игра хоть как-либо сохраняется Или здесь по-любому приходить нужно за один заход И в принципе, можем ли мы здесь проиграть, тоже, кстати, вопрос Так, там пока что мы ничего сделать не можем Ладно Здесь опять-таки нужна швабра Да! Не знаю, что за звук, я бегу Так, у меня просто рефлекс уже Хорроры меня приучили Слышишь, любой непонятный звук, просто беги Не оборачивайся Не до того, чтобы рассматривать, что там издает этот звук Не важно, просто беги Любой звук, которого быть не должно в этот момент Беги Это просто рефлекс К такому меня приучили, игра А вот потом можно уже вернуться Если ничего дальше не происходит, значит все Значит там что-то произошло уже и все хорошо Так, ну мне теперь любопытно, что здесь было Черт его знает Ну что-то в общем началось Что-то начало происходить Так, тут тоже полить растения Туда боюсь теперь подходить Это грязь просто, да? Да, просто убрать нужно ее Хорошо Стоп, а мусор, а мусор был? Субтитры сделал DimaTorzok Нам как-то в седьмой Нужно попасть еще Черт его знает как Так, встретим мы пока что закончили Пока мы швабру не найдем Точнее ключ от хранилища Чтобы взять швабру там и Эту самую поливалку, лейку Наконец-то слово вспомнил Что, 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 что Опять звуки Стоп, он исчез Это значит не маньяк Ну не может это быть именно маньяк, живой В смысле это, он исчез Значит это призрак какой-то Твою дивизию это значит Не какой-то там живой маньяк Дай мне на призрак что ли Черт его знает Еще один прохранитель Ладно, пусть будет в хозяйстве Пригодится, но уж точно лишним не будет Не помешает Почему стало так тихо Я теперь боюсь открывать эту дверь Все нормально, все хорошо Это все переутомление просто Ночная смена, не высыпаешься Конечно, мерещится всякое Хотя я бы в целях безопасности А в руках бы при себе Всегда носил топор Хотя бы Ну или хоть что-нибудь Чтобы было для самозащиты Здесь нам в принципе делать-то нечего Пускай на всякий случай Будет открыто Субтитры сделал DimaTorzok Никто не стоит тут Черт его знает Что он может учудить Так, здесь опять-таки Нужна Швабра Так, а мусор Шкаф здесь другой А, просто дверцы другие Суть та же самая А, хорошо Сюда мы вернемся потом Сейчас мусор возьмем Что? Что случилось? Да уж дивизию Меня каждый звук сейчас пугает Я не знаю Что может произойти Я просто привык В хоррорах изменения Музыки Новые звуки Они что-то всегда означают Так, стоп Это все прекрасно Но тем не менее Ключ мы так и не нашли Никакой Как бы Как бы что теперь? В номерах-то я поубирался Ну не поубирался Ну мусор повыносил В смысле Пооткрывал их Посмотрелся Скажем так Ключа там нет Кстати А вот здесь нет Здесь я не могу Открыть Ну тут ничего Где ключ Где ключ может быть? Так Мы можем посмотреть Здесь наши задачи Найди ключ Именно способ Попасть В номер 7 Черт его знает Как в номер 7 Попасть А у нас в машине Не может быть Запасной К примеру Ключ Или что-нибудь Что нам поможет Попасть В номер 7 Ну на всякий случай Проверить им не мешало Проверить им не мешало Окно мы снаружи никак Ну само собой Не откроем Может быть ключ Был в каком-то номере А я все-таки Его не нашел Или не заметил К примеру Он лежал там Маленький Такой Незаметный Где-то Может быть В унитазе Где-то Кстати говоря Ключ лежал Вполне Может быть Такой Левраковин А я Не посмотрел А надо Номера Все пересмотреть Это восьмой Вот Седьмой Нет Ну так мы сюда не попадем Да и высоковато А я бы не залез Без какой-либо лестницы Надо номера пересмотреть В общем Вот так вот с фонариком Чтобы Чтобы уж точно увидеть Если где-то он есть Стоп С фонариком Фонарик тратится постоянно Твою же дивизию Я забыл об этом Нет фонарик Фонарик нам не надо Просто внимательно смотрим Мы все Мы все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну где-то ж он по-любому есть Чисто теоретически Где еще ключ может быть, а? Или я что-то еще не сделал? Да в принципе сделать-то больше нечего Картины я не везде порассматривал Может быть что-то с картинами? Здесь телевизором включить нельзя? Ну вряд ли нужно именно выключить свет А зачем мне свет выключать Если я сюда еще вернусь Грязь убирать Пятна Грязь убирать Субтитры сделал DimaTorzok Этот номер не работает Не сдается Какой там еще? Восьмой еще номер не сдается Может еще раз в нем посмотреть У меня как-то уже и вариантов-то больше нет просто Стоп Это батарейка Хотя он батарейку, например, пропустил Так, здравствуйте, приехали Субтитры сделал DimaTorzok Подождите, а он здесь был? Еще и так моргают Подождите Да не может быть, чтобы он здесь был Я сюда заходил, причем два раза Может он появился после того, как я что-то сделал определенное Я нашел ключ Да ладно Потом надо будет посмотреть Как бы На запись Он реально тут был? Это я такой невнимательный? Или он появился? Что и моргает так? Да ну не может быть Ну ладно, тем не менее Ключ мы нашли Ключ мы нашли от чего? Скорее всего от хранилища Ну конечно пробежимся сейчас здесь Посмотрим Может быть и от номера Седьмого Но я думаю от хранилища Да От хранилища А мы вот сюда никак не пролезем Через вентиляцию у нас отвертка просто есть Кстати говоря, да? Мы же вроде подобрали отвертку Почему там моргает? А, там что-то подобрать можно Поэтому моргает Вот лейка Которая нам нужна А там швабра по-любому Так, я проверю Тут нет ли ничего тут на стоечках Нет, вот швабра А что тут? Ну я вижу, что здесь тоже вентиляция Я пытаюсь понять, почему здесь моргает Так как ключ моргал Но это в номер седьмой получается Таким образом можно будет попасть Ну давайте мы вначале пойдем разберемся с остальными номерами Почему бы и нет Так, в номере восемь нам что-то нужно делать В принципе ничего нам не нужно делать Потому что он даже и не обслуживается Тогда давайте мы, наверное, здесь выключим Закроем Что? Ты откуда? Кто это отсюда выехал? Так это человек был? Но здесь был призрак же, маньяка какого-то Черт его знает, что происходит Так, ладно Давайте начнем мы С вот отсюда Проверку Тут чисто, чисто, чисто Так Так, убрали На улице все в порядке? Да вроде бы С шестым номером Подождите, с шестым номером А поливать растения нет Здесь в шестом номере растений нет Так мы сразу сейчас и польем Тогда если будут Сюда полить Все нормально Шестое закрываем Шестым мы закончили Закончили Так Растения полили Ничего плохого не случилось Да вроде бы нет Пятен здесь нету Грязи Нет, все нормально Все нормально? Да вроде бы все нормально Хорошо Здесь мы тоже закончили А кстати, у нас в офисе Поливать растения нужно или нет? Ну можно в принципе На всякий пожарный Почему бы не полить? Продолжение следует... Все в порядке? Вроде бы Продолжение следует... Продолжение следует... Так и растения здесь тоже нужно полить Заодно Телевизор случайно полил Ничего страшного Я просто постоянно оборачивался на дверь Потому что... Волнуюсь Вот вроде бы Вообще почти ничего В игре не происходит Просто музыка пугает Она нагнетает так Прямо атмосферу То есть Хоть ничего и не происходит Но постоянно такое ощущение Что вот-вот Может что-то произойти Так тут грязь и И еще грязь И тут растения Польем сразу Нормально? Кажется все Кажется все Ну надо теперь То же самое у нас в офисе Сделать Там тоже есть растения А по поводу грязи Не помню По-моему не было Это не надо поливать Это не надо поливать Кстати, а что там по камерам? Ну-ка давайте посмотрим Да нет, на камерах вроде все нормально Для чего-то же они нужны В принципе Хотя Кто его знает Возможно они специально Просто для того Чтобы нас напугать Ну что нам остается Получается Убраться в седьмом номере А туда мы сейчас Через вентиляцию Попадем Вообще должны быть Запасные ключи Как же так? Так А как туда теперь Влезть-то? Эм А как туда залезть? А, подождите На кнопку С Кто придумал На кнопку С Сделать приседания Мизинцем нажимать На кнопку С Совсем неудобно А это мы еще Вверх полезем Так Встань Нет, ты сейчас Сначала открой Встань Батарейка Так Так Это собственно Склад Это у нас что? Восьмой Наверное А вот и седьмой Только не видно ничего И там дверь заперта Ёлка Это опасно Не понял А почему дверь Открыта? Почему я в приседе? Встань Почему дверь открыта? Я не понял Ой Что это Что там было? А что это там Было такое? Там что-то двигалось Я теперь вообще Боюсь выйти Ёлки-палки Не подходи У меня есть швабра Батарейку поменять Нажми Че? Нет, как? Это инвентарь наш Ключ 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 Батарейка Поменяй батарейку Есть Ключи Кстати, здесь мусора нету Хорошо Выключу У меня фонарик есть Так Почистить комнату Завершено Полить растения Завершено Что нам еще сделать-то надо? Вернуться в офис свой Да и все Негко сказать Я боюсь Какая-то крокозябра была Я вообще не понял Даже что это было Тут что-то было Определенно Закрой Все задания Выполнены Как бы Убрались Мусор Вынесли Полили Растения Вроде бы Все Какой офис Может быть В машину Сесть и домой Ехать Ой Ой Нам все еще Кажет вернуться в офис Я шляю Я вот он Я вернулся Подождите А это не наша Коллега Которая на свидание ушла Ой Он идет Она говорит Кто идет Ой Фух Кто Ты кто Кто это А почему У него Как будто Саван Лежит Как будто Кто-то Там Замотанный Саван У него Добрый вечер Как я могу вам помочь А ты здесь Один Работаешь Да Я работаю Один Почему Вы спрашиваете Да так Просто Любопытство Я бы Хотел Комнату Могу Предложить Номер Шесть Подходит Ну вот Ваш ключ Ну что ж Я тогда Пойду Ну смотри Что в кузове у него Похоже На саван То есть Замотанное Тело У него Машина Над землей Летает Это Определенно Что-то Странное Это Не Человек У него Машина Летающая Он Действительно Странный Парень Пожалуй Я Пойду Проверю Пускай Вот так Камера Будет Допустим Третья Она Неплохо Так Показывает По площади Ладно Ладно Проверить Проверить А ты имеешь Ввиду Проверить Куда Пойти К ему А Такой же Грузовик Проверить Ну вот О чем я Говаль Глаз Сейчас Ты увидишь Что там Тело В саванне Ну что тогда Нет На такой Работе Нужно Работать С топором Обязательно Всегда Ходить С топором Или Бензопилой Включенной Да там же труп Я должен вызвать полицию Быстро 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 Так он Не выходит Он не видел Что мы там Что мы там Видели Электричество Вырубилось Так во первых На улицу Чтобы хорошо Видеть вокруг себя Так ну Где электричество Мы знаем У нас Уже есть Предохранители Мне нужно Выбираться Отсюда Бежать К машине Сейчас Слышали Что за звук Был Я потерял Ключи от машин Нужно найти Прячься Че Че Прячься В этом самом В гардеробе Подождите Подожди Прячься в гардеробе Мне добежать Еще до какого-то Гардероба Нужно А я могу У него тут Спрятаться В гардеробе Например Оп 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 Вот Все в крови Я Забежал сюда Потому что Он вроде сказал Что Скорее всего Этот жутик В этом виноват Ну что ключи Мы потеряли От машины То есть Может быть У него Подсказка Что искать Именно не во всех Тех номерах Где мы были А вот В этом номере Ну вот только Сейчас опасно Я могу выйти Он сразу сюда заходит Проблема в том Что мне некуда Здесь выбежать И как бы Если он сюда зайдет То я уже ничего Не сделаю Хана Вокруг кровати Тут я не обойду Как бы То есть Никак Ничего Уже не это самое Он там ходит Блин Где он ходит Черт его знает Как понять Где он Ну его долго нету Сейчас пускай Он влево пройдет Я здесь быстренько Немножко осмотрюсь Опять спрячусь Здесь подожду Слушайте Я надеюсь Игра тут где-то Сохранилась И если он Меня все-таки Догонит Игра не скажет Начиная полностью Все заново Потому что Черт Аз 2 Но его долго нету Ха Черт его знает Ну я же знаю Закон подлости Только я выйду И вот он Сразу выйдет Вот Видели Вот только я Это самое Он как будто По кругу Там патрулирует Вон там ключ Стоп Надо Подождать Пока он опять Здесь пройдет Потому что Долго его не будет Я смогу здесь взять ключ И тогда он будет Сюда спиной повернуть Я выйду И что тогда Ну будет видно В зависимости от того Куда он будет идти Ну а мне наверное Просто добежать до машины Нужно будет Где-то вон там Что? Это записка какая-то А не ключ Подождите Что-то Не то Батарейка Батарейка Фонарик Еще батарейка Отвертка Еще батарейка От хранилища Ключ Поливалка Метла Да выбраться Это уже поливалку И метлу Так Слушайте Тут здесь На кровати Я видел Что были символы Я все думал Зачем Куда их водить Допустим Ну хорошо Все посмотрим Еще раз А с какой стороны Отсюда вот туда Или отсюда вот туда Начинает с икса Или с квадратика Ну если с икса То 40 Семьдесят И квадрат Шестьдесят Сорок Семьдесят Шестьдесят Так Это наверное У меня под рукой Негде записать Ладно Сорок Семьдесят Шестьдесят А куда водить Это Сорок Семьдесят Шестьдесят Либо Шестьдесят Девяносто Сорок Сорок Семьдесят Шестьдесят Либо Шестьдесят Девяносто Сорок Вот этого Это где-то Может быть Аааа Шкатулка Тут стоит Подожди Мне нужно понять Где он Вот Надо чтобы он Прошел И тогда Тогда я буду знать Что у меня По крайней мере Какое-то время Просто есть Потому что Нужно будет Прям к двери Сейчас подойти Практически К шкатулке Если он будет Проходить мимо Это будет опасно Ну реально Давай Сорок Медленно Черт Да твою ж дивизию Не восемь Ааа Заново Пускай пройдет Я конечно Не знаю Может он Не может Нас заметить Когда мы Уже Находимся Внутри номера А он там Проходит Где-то Черт его знает Просто рисковать Не хочу Вот он Прошел Шестьдесят Да Нет 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 Значит Шестьдесят Здесь будет Сорок Здесь девяносто Взять ключ Так Я подожду Пока он еще Опять где-то Пройдет Знаю Своё везение Только выйду Сразу Он ко мне Подойдет Так я буду Видеть Что он Прошел Я выхожу В противоположную Сторону Рывок И чисто К машине Ну я так думаю Мы добегаем До машины Как бы И все И уезжаем Вон он Прошел А я бегу 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 Пусть бегут Неуклюже Пешеходы По лужам А я еще Управляю машиной Ух ты Ну и где он Маньяк Передавить его Можно Переехать Куда ехать В какую сторону Или Неважно Слушай Почему-то Я его не увидел Нигде там Он не спрятался Случайно У нас в машине Слушайте Нет Что? Да быть того Не может Ааа Бензин закончился Неподалеку Есть заправка Возможно Там я смогу Найти помощь Да ладно Стоп Я проверю На всякий случай Нету Так Нам нужна Канистра С бензином Прийти сюда С канистрой С бензином В принципе Он видел Как мы уехали В эту сторону Так что Он на машине Может За нами Просто поехать Пускай Здесь будет На всякий случай Открыто Фары Конечно же Оставляем Включенными Чтобы вернуться И у нас Аккумулятор Севший был А вот Надо всегда Заправляться Вовремя И все И такого Не будет О нет Это машина Сары И тут кровь Слушайте Там в саванне Она Слушайте Почему мы ее увидели Потому что она мертва Это ее призрак был Это с ним Она на святанку Должна была пойти Вот почему Как бы мы видели ее Она призрак Уже призрак Она пошла На свиданку Но ее убили И Она В виде призрака Пыталась нас предупредить Это она там В саван Завернута Но здесь Само собой Хозяин заправки Тоже мертв Так я на всякий Случай обойду Вначале Чтобы знать Что тут Сзади К примеру Чтобы если что Вдруг бежать Куда-то Резко Что-то нужно будет Чтобы я знал Где что А заодно Кстати Можно здесь Посмотреть Внутрь Не заходя Кровь А я ожидал Что здесь Лежать Кто-то будет Раз тут Кровь Почему Вот здесь Вот на этих Кровь А Потому что Просвечивает Сквозь стену Понятно В общем Нам наверное Здесь нужно Взять Канистру Бежать Набрать ее А потом К машине Нет Там никто не едет Это просто Освещение Там такое Тихо-тихо-тихо Вот не надо Здесь еще свет Моргать будет Я и так боюсь Я думал Сейчас открою Морозилку А там Лежит Хозяин Заправки Ну не хозяин Работник Тут Допустим У кого сейчас Смена Ну вот и Канистра Тихо-тихо-тихо Вроде все В порядке Пока что Проверяем Что у нас тут Может быть Убийца Не тронул Кассовый аппарат И там остались Деньги Можно было бы Забрать Все равно На убийцу Повесят Так вроде Пока что нормально Берем Канистру А твою Дивизию Кто-то едет Да Само собой Да Вон он Елки А если его попытаться Навернуть Этой канистры А И как же мы сейчас Сможем набрать Бензина Черт Так Ну здесь По крайней мере Внутри А мы Сможем От него Убежать Он здесь Он здесь Да Я знаю Что он здесь Так Я иду сюда Если что Он пойдет сюда А я допустим Туда Наверное Так и надо Да А мне что Нужно сделать Стоп Мне нужно А так подождите Мне бензин набрать Не нужно Канистра уже с бензином Мне нужно бежать Просто к машине Он сюда зайдет Было бы неплохо Чтобы он зашел сюда А я Бежал бы вокруг Иди сюда Иди сюда Иди сюда Оп Па 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 Побежали 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 Пусть бегут Неуклюже Все маньяки По лужам Чихихих Тихихих Он что За нами до машины Будет бежать Не знаю, он еще и... Так, вот он Жим! Машину еще заправить нужно успеть Твою же дивизию Быстро, 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 нужно сюда Где-то там переехать тебе, а? Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Управлять машиной здесь, конечно, совсем непросто В общем, люди спорят, откуда он этот убийца Либо из психушки, либо еще откуда Никто не знает, правда, откуда он Полиция не смогла его поймать Они только нашли машину Сары Вон он, справа стоит Вон, вон Так Я сижу сейчас, как в том меме с Ди Каприо Пальцем тыкаю в монитор Вон он, справа там стоит Спасибо за игру Ну что ж, мы с вами прошли игру И можно подвести итоги Что я могу сказать Игра короткая, но при этом довольно-таки интересная Она не то, что прям какая-то очень уж сильно страшная Ну нет, ну несколько таких страшных моментов были Но при этом я не жалею потраченного времени Я был в напряжении Музыка здесь подобрана очень неплохо Постоянно меня держала в напряжении Я постоянно чувствовал, что вот-вот что-то могло произойти И кроме того, опасность еще исходила из-за того, что я заходил в замкнутое помещение Я постоянно оборачивался, смотрел на дверь в этих комнатках Потому что если бы кто-то, допустим, зашел Я не знал, что там делать бы Нерять куда-то там в шкаф или что ли Хоть под кровать куда-то Я ж не могу там никак ни с кем разминуться Поэтому из-за этого я волновался Кроме того, я вообще не знал, чего вот этой игры ждать Потому что я, по-моему, даже описание из этой игры не читал Кроме только вот этих пару строчек под названием игры в стиме И все, и скриншоты даже толком не смотрел Так что вообще не знал, что здесь будет Поэтому, да, мне было жутко Игра не то, чтобы прям супер-мега какая-то качественная Но более-менее мне понравилось И я все-таки удовольствие получил от этой игры Вначале она разогревалась как-то медленно Потому что пока что мы просто открывали комнаты Хотели все рассматривали Там ключ долго искали Но потом уже стало намного, конечно, интереснее Надеюсь, ребята, вам понравилось Спасибо вам большое за просмотр Не забывайте подписываться на канал И ставить пальцы вверх А как обычно, с вами был Зоди Удачи, друзья Встретимся в новых замечательных прохождениях Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok